Похоже на кексик или какашки? Чё я туплю? Единорожка... накакал? Не, единорожка бы радугой накакал. Привет, мои золотые! Сегодня мы будем делать горящий кексик и засовывать его горящим в рот. Да ладно, шучу я. Хотя это неплохая бложка к видео. В общем, мы сегодня сделаем очень красивую свечку в виде кекса, которую, если верить Пинтересту, сделать очень легко и быстро. Но прежде чем приступить, подпишитесь на мой канал, если вы еще вдруг не подписаны. И не забудьте нажать на этот злосчастный колокольчик, будь он не ладен. От него зависит судьба всех моих видео. Короче, приступаем. Нам понадобятся свечки. У меня вот такие вот обычные белые. Хотя их жизнь потрепала, конечно. Господи, что с ними такое? Посмотрите, как их потрепала жизнь. Они просто лежали у меня в шкафу, видно, там было жарко, и они начали плавиться. Ну, в общем, нам понадобятся обычные свечи. Формочки для кексов, восковые карандаши, всякие бусинки, украшалки. Палочка-мешалочка. И топилка. Ура, давно не было топилки в моем видео. В общем, ну, не обязательно топилка. Можно устроить в водяную баню или в микроволновке растопить вот эти свечки. Нам нужно их растопить. Но микроволновку я сюда тащить не буду, поэтому меня выручает, как всегда, топилка. Ой, а, наверное, ножик надо. Сейчас я попробую так поломать. Хотя я все-таки принесу ножик, чтобы помельче порезать, чтобы быстрее растопилось. Точно. Или эльфик. Принеси мне ножик. А я пока поломаю. Причем нужно так ломать свечку, чтобы фитиль оставался. Он нам понадобится. Хотя бы с одной свечки, чтобы фитиль был. Спасибо. Ого, а что такой большой? Ну ладно. Ладно, не порезаться. Кстати, мне очень интересно, как топилка справится со свечами. Со свечами. Со свечами. Потому что я когда-то делала, если вы помните, арбузную свечку. Такая свечка, ведь арбузика была. И я топила свечки в микроволновке. И это было настолько долго. Я помню, засунула свечки в бумажный стаканчик, засунула в микроволновку. И они там топились, 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 крутились. Очень долго было. Надеюсь, эта топилка быстро расплавится. Ты не включила топилку. Да, точно. Умный эльфик. Еще один момент с топилкой. Я очень надеюсь, что я ее потом от свечек отмою. Потому что, как я буду топить шоколад? А сколько надо, чтобы заполнить этот кексик? Ну, парочку. Давай. Напишите в комментариях, делали ли вы когда-нибудь свечку сами. Это мой второй опыт. Вот это была арбузная свечечка. Это был летний декор в прошлом году. И это мой второй опыт. Свечка-деланье. Или как это называется? Свечка-деланье. Свечи-варенье. Да, точно. Свечи-варенье. Свечи-конструирование. Нет, не может такого быть. Свечи-изготовление. Нет. Как это называется? Все. Ждем. Ждем, пока растопится. Я надеюсь, это быстро. Я уже, кстати, вижу результат. Слушайте, эта топилка вообще незаменимая вещь. И шоколад топит, и масло топит, и свечи топят. Чего она еще топит? Интересно. Кстати, если вы не знаете, откуда у меня эта топилка, то я оставлю ссылку на видео в описании. Я там в распаковочке ее распаковывала и рассказывала о ней. Короче, ждем. Ждем, ждем, ждем. Короче, почти расплавилось все. Я думаю, что я слишком много свечки туда кинула. Поэтому сейчас я вот эти вот остатки выловлю. Той жидкости вполне достаточно. Так, но нам нужно ее покрасить. Берем, берем рисковые карандаши. Где красненький? Нету красного. Нету красного, блин. Ничего страшного. Оранжевый тоже покатит. Так, сейчас надо избавиться от этикетки. Я не понимаю, почему так тяжело убрать эту этикетку. Она меня уже злит. Все, вроде пошла. Сейчас я вот накидаю чуть-чуть. Три кусочка маленьких достаточно. Уже он оранжевый. Все, супер, вообще окрасилась. Так, теперь что нам нужно? Взять тарелочку, взять формочки. Причем, вы видите, у меня же одноразовые вот эти формочки. Но если я поставлю одну, мне кажется, она может под тяжестью развалиться. Поэтому я ее оставлю здесь, в целой пачке. А потом вытащу. Так, ну что, заливаем. Страшно. Так и знала, что много растопила. А мне теперь нужна белая свечка, а не оранжевая. Зря топила так много. Обидненько. А этот, фитиль. Вобалда. Ссовываем его посерединке и ждем, пока все застонет. Чуть не провтыкала. Вобалда. У меня так терпения не хватит сидеть. Надо как-то приспособить его. В общем, кексик застыл. Что я только с ним не делала. И сеном я его сушила. И в холодильник я его ставила. И он еще чуть-чуть тепленький, но уже застывший. Короче, это долго. Нужно его теперь вытащить. Но прежде чем вытащить, нужно готовить глазурь. Сейчас мы на кексик будем еще глазурь. Для этого нам нужно свечку. Вот, кстати, остатки оттуда. Порезать на мелкие кусочки и не до конца расплавить. Это будет крем на кексике. Все, я думаю, этого хватит. Вот сколько я нарезала. Теперь это все надо закинуть. Топиться. Но нужно следить, чтобы полностью все не растопилось. Нам не нужна жидкость. Нам нужна пластичная масса. И мы будем вот так вот лепить. Так, я не знаю, хватит или нет ее. Ну, в общем, я закинула, пусть лавится. Только надо следить. Сейчас как растопится все. Так, кексик вынимаем. Так, кексик. О, так. А, какой красивый. Вау. Красота какая. Класс. Вообще. Очень красивый. Я надеюсь, что крем тоже классно получится. И это будет просто обалденный подарок кому-нибудь. Вот прикольно. Что-нибудь, ну, купить на подарок. И вот еще такой кексик. Очень классно. Так, следим за кремом. Кстати, я же помыла свою топилку. Все замечательно отмылось. Я обдала вот эту вот чашу кипятком. И ни одного следа вообще от парафина не осталось. Отличненько. Не знаю, до какой степени топить ее. Что ты тут лазишь? В общем, оно тут кое-как подплавилось. Вот у нас получилась кашица. И эту кашицу теперь нужно выкладывать здесь. Как вы думаете, если я туда засуну пальцы? Я останусь без пальцев или нет? Нет, не останусь без пальцев. В общем, вот так вот пальчиками делаем крем. Отличненько. Все-таки этого было мало. Хочется, чтобы кекс был высокий. Ну, сейчас еще разогрею. Похож или это как кто-то накакал на кексик? Единорожка накакал? Не, единорожка бы радугой накакал. Ну, в общем, я еще раз топлю. Что-то мне не очень нравится. Так, вторая партия уже расплавилась. И самое время еще нагородить крема на кексик. Но это же не все. Надо еще украсить бусинками, пока оно не застыло. Вот так вот раз. Такая красота с бусинками сразу преображается. Причем бусинки нужно засовывать пока еще в мягкий воск. Нужно подождать, чтобы он чуть-чуть застыл. И будем тестировать. Но нужно отрезать фитиль. А ножниц нет. Ножницы. 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 Шевелись давай. Давай уже. Господи. Так, отрезаем фитилек. Нам такой не нужен длины. Все, отлично. Кекс божественен. Он как будто покупной. Ну, точнее, свечка покупная. Вот реально. Если бы мне подарили такую свечку, упаковали ее в целлофан и подарили, я бы в жизни не сказала, что ее сделали своими руками. Она реально как покупная. Очень крутой подарок. Советую. Зачем я понюхала кексик? Я, наверное, подумала, что он пахнет кремом. Но нет, он не пахнет кремом. Ждем. Или феном надо посушить. Точно. Только если будете сушить феном, не забудьте выключить горячий воздух, а то ваша свечка расплавится. Ну что ж, наконец-то тестируем. Давайте посмотрим, как будет гореть наш кексик. Я надеюсь, все получилось. Классно! Кексик, горящий кексик. Класс! Вот это я понимаю, красивая свечка. Мне ее прям полить жалко. Ну, надо же было протестировать. Очень классно. Так. Мне нравится. Вам нравится? Пишите в комментариях, как вам свечка. По-моему, она офигенная. Так, фитиль не по центру, да? Ну, как всегда, у меня глазомер косит. Если ее поставить так, то типа по центру. Но если ее повернуть, видно, что я накосячила. Ну, ничего страшного. В общем, что я хочу сказать, что Пинтерест был прав. Это очень легко и быстро. Я думаю, эту свечечку можно сделать буквально за полчаса. Но если не считать, что нужно ждать, пока все высохнет. Высохнет. Че я туплю? Не высохнет, а застынет. То еще быстрее. В общем, мы снимали час. Но я думаю, что эту свечку можно сделать и быстрее. Просто она у меня долго стояла на столе, застывала. Прежде чем я приняла решение сушить ее феном или поставить в холодильник. Но у меня тут стояла-стояла. Надо было сразу. Если бы я сразу засунула, это было бы все быстрее. В общем, в любом случае, это все легко и просто. И я вам советую попробовать такую свечечку сделать. А если вы сделаете такой кексик, то опубликуйте обязательно фоточку в инстаграм с хэштегом Афинка Диайвай. Я найду все фоточки и залайкаю. Ну что ж, видео подошло к концу. Я надеюсь, оно вам понравилось. Не забудьте поставить пальчик вверх. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. До встречи в следующем видео. Пока!